Тринадцатую лекцию по книге «Второзаконие». Сегодняшнее слово будет по главе двадцать шесть. Её название – «Начатки». Во-первых, речь пойдёт о благодарении и предложении начатков всех плодов Богу. Стихи с первого по одиннадцатый. Во-вторых, об отделении на третий год десятой части всей прибыли и исповедании своей веры. В-третьих, о том, что благословение даётся тем, кто верно служит Богу. В-третьих, о том, что благословение даётся тем, кто верно служит Богу. И овладеешь ею, и поселишься в ней. Как только израильтяне вошли в землю Ханан, им было сказано отдавать начаток всех прибытков Богу. Начаток относится к культурам, которые были собраны первыми. Это должно быть предложено Богу, все первые плоды. В период Ветхого Завета израильтянам было сказано приносить Богу не только начатки от всех прибытков, но и первенцев мужского пола от человека и скота. Исход 22-29, а также исход 13-2. Здесь написано, что они должны предлагать все начатки, которые производятся ими от земли. Таким образом, всё первородное принадлежит Богу. Кроме того, первенец символизирует Иисуса Христа. Римлянам 8-29. Он самый первый стал жертвой перед Богом. Мы должны предлагать часть нашего дохода Богу от всего сердца. Господу нужно отдавать то, что нам дорого. Что значит приносить детей Богу? Это значит растить их для жизни в вере. И так же, чтобы они могли преданно служить церкви. Нужно воспитывать их в наставлении Господнем. Кроме того, мы должны отдавать Богу начало нашего дня. Самое раннее утро. Израильтяне собирали начатки своих прибытков и признавали свою веру перед Богом, тем самым выражая Ему благодарность. Их предки были странствующим меньшинством, но Бог привел их в Египет и увеличил численность своего народа, превратив их в великую нацию. Об этом упоминается в 5 стихе. Стих 6. Но египтяне худо поступали с нами и притесняли нас и налагали на нас тяжкие работы. Мы должны благодарить Господа за избавление от страданий в прошлом. За то, что Он делает нас богатыми и поднимает из униженного положения. Псалом 135.23 1-я царств 2.8 Когда израильтяне только вошли в Египет, их было всего 70 человек. Позже их численность стала более миллиона. Эти стихи увещевают благодарить Бога. Во-первых, за увеличение количества израильского народа. Во-вторых, за Божье избавление с помощью знамений и чудес от злоупотребления их трудом египтянами. Об этом упоминается в стихах 6 и 7. В-третьих, нужно благодарить Бога за то, что по благодати Божьей им была подарена земля Ханаан, в которой текли молоко и мед. Бог говорит им быть благодарными за то, что Он привел их в землю, где есть изобилие молока и меда. Стих 10. Итак, вот, я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом, Богом твоим. И поклонись перед Господом, Богом твоим. В-четвертых, они должны быть признательны Богу за предоставление им начатков. Сегодня избавление из Египта также относится к освобождению от греха. Это значит, что всемогущий Господь избавил нас от смерти. Более того, нам необходимо благодарить Бога за то, как обильно Он обеспечивает нас и предоставляет нам вещи, которые мы можем принести Ему в качестве пожертвования. Стих 11. И веселись о всех благах, которые Господь, Бог твой, дал тебе и дому твоему. Ты и левит, и пришелец, который будет у тебя. Написано, что они должны предложить урожай Богу. И когда делят и едят зерновые культуры вместе, важно помнить левитов, чужеземцев, сирот и вдов. Бог дал израильтянам процветание в жизни. Он также благословил и нас. Среди таких благ, полученных от Господа, мы все должны помнить о несчастных людях, как израильтяне должны были помнить о левитах, пришельцах, вдовах и сиротах. Израильскому народу необходимо было с радостью помогать им. Стих 12. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались. Здесь упоминаются различные виды десятин. Как они подразделялись? В 12 стихе говорится о десятине, которая предлагается каждый третий год. Это и десятина третьего года, которая упоминается в книге Второзакония 14, стихи 28-29. Она должна использоваться для оказания помощи левитам, сиротам, вдовам и пришельцам, которые находятся в городе. Есть три вида десятин. Первая десятина отделяется для жизни левитов. Числа 18, 21-24. В современном смысле эти финансы предназначаются для насущных расходов пасторов, их затрат на проживание и для нужд других единомышленников, которые служат лидерами церкви. Вторая десятина, 14-я глава, стихи 22-27. Эту десятину используют, чтобы пойти в то место, которое назначил Бог для радости вместе с всей семьей. Эта десятина используется для семейных увеселений. Третья десятина. И в этой главе описываются детали. Об этом также упоминается в книге Второзаконие 14, стихи 28-29. Мы это обсуждали выше. Она используется для оказания помощи пришельцам, сиротам и вдовам. И приносится в конце каждого третьего года. В это время вторая десятина не давалась. Таким образом, израильтяне давали десятину дважды в год. То есть они либо приносили первую и вторую десятину, либо первую и третью. Десятина отдавалась два раза каждый год. Стих 14. Я не ел от нее в печали моей и не отделял ее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. У них был траур по погибшим. Человек становится нечистым, если прикасается к трупу. Изеки Эль 44.25 Здесь написано не отделял ее в нечистоте. Не отделял ее в нечистоте и не давал из этого мертвым. Это относится к неприкосновенной части или десятине. Десятина и отделенные даяния не должны расходоваться на мертвых. Десятина света. Эта священная часть используется для поклонения Богу. Она не может применяться для мертвых. Это означает, что ею будут пользоваться живые. Десятина должна быть потрачена на спасение душ. Второзаконие 14.1 Более того, сегодня совершение панихид не считается правильным. Это хорошо поклоняться Богу во время чьей-то смерти. Поклонение Богу для того, чтобы утешиться, это достойно. Сегодня ритуальные услуги, как правило, проводятся в три этапа. И проведение похоронной службы приемлемо. Тем не менее люди проводят поминки через один, два или три года после смерти человека. А это уже неправильно. Псалом 105.28 Евангелие от Луки 9 глава стихи 59 и 60 Мы не должны проводить поминки по мертвым. Траур после того, как человек скончался, это нормально. Проведение панихиды в такое время считается приемлемым. Тем не менее поминки через один, два или три года после смерти человека не является правильным. Исаак не проводил поминки год спустя после смерти Авраама. И никто из потомков не предложил провести поминки по Исааку или Иакову. Человек, как только умер, должен быть отдан в руки Божьи, а мы продолжаем жить. Наше дело трудится над спасением душ. стих 16. В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сей и законы, соблюдая и исполняя их от всего сердца твоего и от сей души твоей. Мы получим благословение, если будем послушны Божьим заповедям и Его Слову. Во-первых, Господь слышит наши молитвы. Стих 17. Притча 28-9. Во-вторых, Он признает нас своим заветным собственным народом. Стих 18. Исайя 43-4. 43-я глава 4-й стих. В-третьих Бог позволил нам принять похвалу, славу и честь. Стих 19. В-четвертых, Он возвеличивает нас над всеми народами. Стих 19. Послушание Божьим заповедям принесет нам все эти благословения. Бог слышит наши молитвы. Он возвышает нас и позволяет нам принять честь. Перейдем к главе 27. Название этой главы алтарь из камней. Содержание во-первых, построить жертвенник из камней в земле Ханаан. Стихи с 1 по 4. Во-вторых, установив его, принести всесожжение. Стихи 5-8. В-третьих, дается увещевание, чтобы соблюдать заповеди. Стихи с 9 по 10. В-третьих, благословения и проклятия на горе Горезим и Гевал. Стихи 11-26. Стих 1. И заповедовал Моисей и старейшин и сынов Израилевых народу, говоря, «Исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне». После того, как была пересечена река Иордан, израильтяне вошли в Ханаан. Гора Гевал находится в Ханаане. Она расположена недалеко от горы Горезим. Эти горы располагаются недалеко от города Хихим, который находился в средней части Ханаана. Бог повелел израильтянам установить большие камни на горе Гевал. Прочтите стих 2. «И когда перейдете из Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмаж их известью». Написано, что они должны поставить большие камни и покрыть их известью, которая изготавливается из наземных камней. То есть это здесь алтарь. Они должны были изготовить из камней, которые ставили на землю и поверхность которых обмазывали известью, чтобы она стала белой. Благодаря своему белому цвету известь делает большой камень выделяющимся. стих стих «Стих» В современном смысле это означает, что необходимо ясно написать слово Божье на наших сердцах. Написать на камни означает сделать закон неизгладимым. Точно так же мы должны написать закон в своем сердце. Второе Коринфянам 3.3 Нельзя забывать слово Божье. Важно всегда размышлять над ним. Мы должны понимать, что написано в Писании и не забывать этого. Необходимо держаться Божьей истины и идти путем веры. Независимо от того, насколько трудными могут быть ситуации, мы никогда не должны забывать слово Господа. Псалом 1, стихи с 1 по 2. Слово должно было быть запомнено не только самими людьми, но и их потомками. Для этого и устанавливался камень. Мы должны быть уверены, что наше будущее поколение будет придерживаться Слова Божьего. Стих 5. И устрои там жертвенник Господу Богу Твоему жертвенник из камней, не поднимая на них железо. Жертвенник из камней должен быть установлен на горе Гевал. Когда он строится, нельзя использовать металлические инструменты. Камни обтесывать нельзя. Если камень водружается в качестве алтаря, его нужно оставить таким, какой он есть. Он должен быть естественным. даже если глыба невзрачная, некрасивая, ее внешний вид не важен. Это означает, что израильтяне должны предлагать всесожжение настолько целомудренно и естественно, насколько это возможно. мы тоже представляем перед Богом такими, какие мы есть. Нам необходимо избавиться от лицемерия и лжи и приходить к Богу с сердцем, как у ребенка. 6 стих «Из камней цельных устрой жертвенник Господа, Бога твоего, и возноси на нем всесожжение Господу, Богу твоему». Стих говорит, что они должны принести всесожжение Богу. Всесожжение это жертвы, которые предлагаются Господу путем полного сжигания. Это символизирует искупление и преданность Христа. Кроме того, 7 стих говорит им принести мирные жертвы. Из-за греха мы стали врагами Богу. Но Иисус стал мирной жертвой. Он решил проблему нашей греховности. И мы уже не являемся грешниками, но праведниками. Мы пришли, чтобы через Иисуса быть в мире с Богом. стих 8. И напиши на камнях все слова закона сего очень ясно. Сказано, что заповеди Божьи должны быть написаны очень ясно. это скорее всего относится к десяти заповедям. Девятый стих. И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю, говоря, внимай, слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Израильтяне стали Божьим народом. И поэтому обязаны подчиняться его заповедям. Мы также должны повиноваться Слову Божьему. Так поступать наша законная обязанность. 1 Иоанна 5 глава 3 стих. Стих 11. И заповедал Моисей народу в день тот говоря, из гора Горизим и Гевал. Они находятся рядом друг с другом. 6 племен стояли на горе Гевал. Остальные 6 на горе Горизим. А левиты находились посередине. Левиты громко провозглашали Слово Божье. Гевал. они говорили слова благословения, люди с горы Горизим кричали Аминь. А когда левиты провозглашали слова проклятий, то люди с горы Гевал громко отвечали Аминь. Люди, находящиеся на горе Гиме, кричали Аминь на слова о благословениях, чтобы жить в соответствии с Писанием. Другие люди, стоявшие на горе Гевал, отвечали также на слова о проклятии словом Аминь, потому что не хотели в этом жить. чтобы избежать жизни под Божьим проклятием, они откликались Аминь всякий раз, когда провозглашались слова о проклятиях. В стихах с 15 по 26 упоминаются 12 разновидностей греха. Во-первых, написано, что проклят тот, кто сотворит идола. Израильтянина это говорят Аминь. мы не должны создавать идолов или служить им. Во-вторых, написано проклят тот, кто не почитает своих родителей. Люди на горе Гевал должны были прокричать Аминь, потому что искренне соглашались с тем, что будут почитать родителей, как должно. Люди на горе Горизин должны сказать Аминь, когда Моисей говорит Блаженны те, кто почитает своих родителей. В-третьих, в стихе 17 говорится проклят тот, кто перемещает межу соседа. Мы не должны красть имущество других людей. Мы должны оставаться в том состоянии, какое есть, и в своих пределах. Нужно быть в собственных границах позиции и призвания. В-четвертых, написано, что проклят тот, кто сбивает с пути слепого. Слепых нужно вести правильно. В сегодняшнем мире это значит вести заблудшие души к истине. Евангелие от Матфея 15 14 В мире есть много заблуждений, новых теологий. Необходимо вести людей правильно, чтобы они не попали в ложные учения. В-пятых, написано, проклят тот, кто отказывает в правах странникам, сиротам и вдовам. Нужно помогать людям, которые в нужде. Иакова 1 27 Иакова 1 27 Далее написано, проклят тот, кто спит с женой своего отца. Стих 20 Это явное нарушение седьмой заповеди. Даже если отец умирает, спать его женой абсолютно неправильно. Левит 18 стихи с 6 по 8 Написано, проклят всякий совокупляющийся с животными. Стих 21 А также Левит тоже 21 глава 15 и 16 стихи В Восьмых проклят тот, кто имеет интимные отношения со своей сестрой. Левит 18 глава стих 9 Вторая книга Царств 13 глава В девятых проклятие ложится на того, кто имеет интимные отношения со своей тещей. Левит 18 стих 7 Тот, кто попадает в сексуальную безнадственность, получает проклятие. Второе Коринфянам 5 5 10 вид проклятия падает на того, кто тайно убивает своего ближнего. Стих 24 Даже ненависть к соседу это совершение убийства. От Матфея 5 стихи с 21 по 26 1 Иоанна 3 глава 15 стих Мы должны любить своих врагов. Стих 25 Проклят кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную. И весь народ скажет Аминь. В 11 написано Проклят тот, кто берет подкуп, чтобы убить невинного человека. 26 стих содержит 12 грех. Проклят кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним. И весь народ скажет Аминь. 12 грех, за который приходит проклятие, это отступление от этого закона. В послании к Галатам написано, что тот, кто надеется на дела закона, находится под проклятием. Галатам 3 10 Никто не может спастись, совершенно исполняя закон. даже если бы человек мог исполнить закон, он не мог бы получить спасение римлянам 3 10, потому что на самом деле никто не может исполнить закон. Роль закона для человека состоит в том, чтобы мы осознали свое бессилие его исполнить и пришли к Христу. Галатам 3 22 24 Наши грехи прощены через веру в Иисуса Христа. Он исполнил закон. Он его исполнил, а вот мы не смогли бы, даже если бы старались исполнять каждую букву. Мы прощены и свободны от закона через веру в Иисуса Христа и избавлены от Божьего гнева. Люди на горе Горизим сказали «Аминь», когда были провозглашены слова о благословениях. На горе Гевал все ответили так же, когда были сказаны слова о проклятиях. В каком-то смысле это может быть расценено следующим образом. Все люди могут на самом деле сказать «Аминь» на любое слово Божье. Это происходит потому, что в каждом стихе говорится «Тогда весь народ скажет «Аминь». Написано, что все люди и весь народ будет соглашаться. Народ на горе Горизим говорил «Аминь», чтобы получить благословение, повинуясь словам. Те, что на горе Гевал отвечали «Аминь», чтобы прожить жизнь без проклятий, повинуясь словам Божьим. В любом случае мы были освобождены от проклятий через веру в Иисуса Христа. На этом мы завершим 13-ю лекцию по книге Второзакония. Спасибо.